19 апреля на филологическом факультете Нижегородского государственного университета имени Лобачевского в рамках фестивальной недели проекта «Грамотный Нижний» состоялся бесплатный показ спектакля «Спасти камер юнкера Пушкина», поставленного под наименной повести израильского драматурга Михаила Хейфица. Пушкин – это вообще лейтмотив всего просветительского фестиваля. И тот, кто посещает фестиваль с первого дня, то, наверное, поймёт, что наш выбор не случайно. Это очень актуальный, живой спектакль, который даст возможность каждому, независимо от возраста, ещё раз соприкоснуться с именем Александра Сергеевича, с современным, сегодняшним его влиянием на жизнь каждого из нас. Режиссёр спектакля, заслуженная артистка Российской Федерации Елена Фирстова, называет его «фантазией», где есть место условности, импровизации и символизму. Пушкин, видимо, больше дырялся в бичер баллистике пистолета, которая их премь была не помешивла. А тому богу, естественно, давлительное. Поэтому он никогда первым не стрелял. Тот затем оставался быстрым, но он успешал дойти к своему барьеру. Затем заставил противника дать к своему барьеру. И затем уже стрелять в минимальном расстоянии, за расстояние, от которого даже недостатки баллистики вряд ли кого-то могли уберечь. Ладно. Я думаю, что вообще вот этот спектакль, он ко многому подходит, так скажем. Мы как-то удачно так попали, потому что он объединяет в себе и с одной стороны про Пушкина, а с другой стороны про нас, про всех. И каждый находит что-то, что-то своё. Работая над спектаклем, и режиссёры, и актёры были единодушны в стремлении показать зрителям живого Пушкина, Пушкина-человека, по-человечески страдающего, смеющегося, преодолевающего жизненные трудности, но излучающего свет гениальности. Пушкин вообще-то не давит и кровь. Может, оно будет за что? А может, по счастью не будет. Это чему-то он особенно зависит. Ни ростом, ни лицом, ни чьим. Стыдно, кому признаться, потому что нет камер-кульпы в самой лучшей мировой ночи. Мне спектакль понравился, и актёрская игра в первую очередь. Настолько это было просто, потому что кажется, что Пушкин – такая застывшая классика. И когда его, можно сказать, подают очень обычным и таким человеком, как все мы, это очень импонирует. Спектакль смотрится на одном дыхании. И не только потому, что неравнодушие его создателей к трагической судьбе гениального поэта передаётся зрителям, но и потому, что для каждого мыслящего человека имя и наследие Пушкина – это действительно наше всё.